Ну, пока наши специалисты работают с цифрами, Михаил Иванович решил показать один маленький такой фокус. Был я в одном хозяйстве, увидел у них портативный PH-метр. У нас, вот вы видите, кондуктометр, да, вот такой вот, то есть он нам меряет различные показатели. У них был портативный PH-метр. Я спросил, зачем он вам нужен? Они говорят, для приготовления рабочего раствора, кстати, тоже на мутильщике. Когда я задал вопрос, и что вы в дальнейшем делаете, если видите, что PH, допустим, высокий, а в их случае был 7,8, это достаточно высокий показатель. Они говорят, мы добавляем... Воды, именно, PH-метр. Да, воды для приготовления баковых смесей. Они говорят, мы добавляем уксус. И тут у меня сразу в уме возникли кучи вагонов, которые едут в это хозяйство с уксусом. Я говорю, и сколько же вы добавляете? Они говорят, на 2 тонны, по-моему, литр уксуса. Вот, и после вопроса, насколько же понижается показатель PH, они мне прокомментировали где-то в районе 2 единиц. То есть, с 7,8 до 6. Я взял их в воду, приехал, попробовал. Вот у нас есть уксус, совершенно обычный, из магазина, 9%. Вот, и есть наша вода. Ну, вот я с крана набрал воду. Она нам показывает в Евпатории 7,01 показатель PH. Это очень хорошо, я даже приятно удивлен. Ну, суть не в этом. Мы сейчас просто посмотрим при добавлении 1 литра уксуса на 1 тонну воды. Ну, в пропорции, понятное дело. Мы возьмем дозатор, наберем 1 мл уксуса и добавим в литр жидкости. Пропорция будет такая же самая. И посмотрим, как изменяются цифры. Да, та же самая вода и скромная наберем. Просто неудобно сюда кондуктометра помещать. Так, вот, до рисочки. Опускаем ее. Вот, 1 мл. Давайте доберем, чтобы уже было честно. Вот, опускаем его. Вот показатель. Вот это у нас 1 мл будет. Спускаем. Вот. И добавляем его в нашу воду. Ну, промываем дальше, чтобы полностью весь уксус прошел. Ну, как говорится, лень двигатель прогресса, мы не будем мешать вручную. Ну, туда кинем лекарек и пойдем на магнитную мешалку его поставим. Цель тоже, интересно, выключается, понимаете? Ставим на мешалку. Это более эффективно получается? Ну, не палочкой мешать. Да, это. Горлышко узкое. Прикольно, да? А что? Я же говорю, лень двигатель прогресса. Вообще-то все растворы... Это магнитная мешалка, да, с нагревом, с уровнем регулятора. Ну, крутящего момента. Очень удобно. Ну, а представляете, если у вас 20 растворов нужно приготовить, это сколько вы будете колотить? Перестанете чай с сахаром пить, потому что у вас станет рука. Это якорек и магнитная мешалка. Теперь мы уже будем измерять показатель фара. Берем чистый стаканчик одноразовый, наливаем наш раствор. И смотрим за показателем. Уже видно, да, насколько падают цифры. Ну, подождать, я думаю, нужно минимум минут пять, пока они опустятся до показателя. Ну, вообще говорят, что уксус начинает работать. Мы даже с одним агрономом, агрономом золотой балки спорили. Я привел в пример этот опыт. А он сказал, что нужно было ждать вплоть до трех часов. И Паш опустился вообще до пяти, пяти. Сказал, два литра на... литр на две тонны уксуса, это даже много. Да, надо меньше. Мы знаем, что и глифосаты, и вообще гербициды очень любят кислую среду. А вода у нас в ефаторе, как выяснилось, вот 7. Это нейтральный показатель. Соответственно, она его сильно не опустила. Но когда я делал подобный опыт с водой с показателем 7,8, она его снизила до 6,7-6,8. То есть это очень хорошо. Даже в таких небольших количествах уксус, обычный наш магазинный уксус, снижает качественные показатели воды. Для чего это может быть полезно? Все производители гербицидов рекомендуют применять кислую воду. И все гербициды, особенно почвенные, глифосаты, лучше работают именно с водой в баковой смеси, которая имеет низкий, соответственно, мы делаем кислый показатель PH. И вот партнеры наши, они отмечают очень хорошее действие от вот такого нехитрого приема. То есть глифосаты на глазах работают лучше. Спасибо.